Друзья, я когда-то давно, ну, уже относительно давно, но вот после Армейки уже, я, соответственно, делал рубрику «Моменты республики». И там была, скорее, нарезка каких-то моих прикольных фраз там и так далее. Но я тут сейчас посидел и подумал, и мне пришла гениальная мысль. «Моменты республики» — это должно быть нечто другое. Итак, я вам представляю новые «Моменты республики». Здесь, скорее всего, я буду освещать, именно показывать, как вот такие вырезки небольшие, там, минуту-две, может быть, запись будет одного момента. Суть в том, что я буду показывать какие-то ключевые вехи в развитии моей республики. Вот. Это видео выйдет уже после того, как я опубликую отчет о пятилетке, потому что осталось буквально 4 дня, и можно записывать отчет о пятилетке, потому что 5 лет прошло. Ну, вот сейчас вы уже как можете посмотреть. Ну, это вы уже все видели, весь городок. В принципе, так что, я думаю, ничего тут такого нет. Вот. Собственно, из ключевых вех вот сейчас на ваших глазах вот здесь вот происходит строительство. Центральный городской склад. Здесь два склада. Это склад вещей. Вот. А это, соответственно, у нас склад, ну, всяких там этих, блин, сталь, стройматериалы и так далее. То есть это будет такой центральный общий склад городской, который, скорее всего, я так думаю, он будет функционировать еще очень долго. И, естественно, это такой старенький еще проект, потому что я стараюсь строить дома своей эпохи. Еще вот здесь вот у меня был построен одно из первых уникальных строений в моей республике. Так. Я так это назову. Одно из первых уникальных строений в моей республике. Это дом советов. Дом работников компартии. Вот так вот он красиво выглядит сейчас. Вот так вот он выглядит уже ночью. Он строился, ну, достаточно длительное время. Вот в этом году только его построили. Вот в нем сейчас живут привилегированные, так сказать, люди. В том числе ваш покорный слуга, генеральный секретарь Шуйской Советской Социалистической Республики. Вот так произошло в этих домах. Вот эти три дома. Вот конкретно они сейчас на данный момент стоят у меня в стадии консервации. То есть, как вы видите, у них запрещено заселять граждан. И это сделано не просто так. Это сделано потому, что конкретно вот эти дома, кстати говоря, это очень сильно, знаете, на что похоже? Это очень сильно похоже на нижегородские дома, которые старые стоят в городе. Вот прям вообще очень-очень сильно похоже. Прям вот реально нижегородские дома. Правда, почему они все такие, блядь, ну, пиздец им как бы. Ну, ладно. Видимо, делали с реальных референсов, потому что, ну, сейчас дома в нижегородском центре выглядят, да, вот так. Так вот, они стоят здесь, вот эти три дома конкретных стоят выключенные. По той простой причине, что люди с них не могут дойти в школу. А это значит, дети этих людей не могут дойти в школу. И они не могут дойти ни до какой остановки, чтобы попасть в школу. И в итоге здесь вырастают абрыганы без образования, которые тут сидят, бухают, совершают преступления в ближайших местах и так далее. Естественно, они мне не нужны, поэтому отсюда я всех отселил в места более благополучные, чтобы они там ассимилировались. А эти дома закрыл, и, скорее всего, они подлежат сносу. А здесь вместо них мы чего-нибудь построим. Еще один интересный момент моей республики. Сегодня, 6 июня 1929 года, ну, точнее, уже в начале июня, на самом деле, там буквально неделю-две назад, к нам прибыла интернациональная команда, интернациональная организация, цель которой – национальный проект по освоению острова Шуи, Шуйской республики. То есть они помогают нашей республике. И совершенно абсолютно безвозмездно, ну, с определенными ограниченными условиями на будущее, я вам попозже про них расскажу, они обещают построить нам нефтеперерабатывающий завод. Как вы понимаете, моя республика на данный момент не способна просто построить проект таких масштабов. Но, к сожалению, или к счастью, суть такова, что, несмотря на то, что здесь будет построен порт, здесь будет построен завод, на этом заводе будут работать граждане из социалистических стран, которые подписали договор о включении себя в эту организацию и принимают участие в строительстве этого большого такого, ну, достаточно инфраструктурного объекта, который предназначен для того, чтобы обеспечить стабильный спрос на территории данных государств. Ну, как вы можете заметить, такой вот неплохой завод. Еще обещали, что рядом будет небольшой городок, но это как бы уже будущее. И договор аренды на 15 лет подразумевает то, что этот завод будет производить исключительно топливо и битум на импорт. На нем будут работать исключительно граждане отсюда, то есть рабочие будут отсюда браться и возиться на завод. Соответственно, ну, моей организации, моя задача организовать поставки и распланировать, предоставить земляной участок для строительства данного завода. То есть, и вот таким вот образом у нас в республике появится завод, но который, к сожалению, не будет частью нашей республики и не будет вообще никак ее касаться. То есть, все, что здесь есть, все будет идти на экспорт. Абсолютно все. И денег я с этого получать не буду. Ну, как это реализовать, я думаю, мы с вами придумаем. Скорее всего, это будет что-то типа продажи за доллары, потому что доллары я в игре использовать не собираюсь вообще. То есть, я буду все эти деньги, как бы, таким образом, скидывать в доллары. То есть, у меня будут копиться доллары, а потом я их просто обнулю. Ну, таким образом, как будто бы, как будто бы это все было на экспорт, работало. Так вот, и это вот будет в течение 10 лет после введения в строй вот этого объекта. Ну, когда они его построят, пока неизвестно, но процесс уже начат. Продолжение следует...